Приветствую, я Василий Голованов. Сегодня вторник, 20 июня. Мой собеседник сегодня, политехнолог Сергей Гайдай. Сергей, рад вас приветствовать. Василий, привет и вам, и вашим зрителям. Спасибо большое. Традиционно на початку хочу подякувать и Силам Обороны Украины, всем, кто бы борел нашу промоку и нашу свободу. Дякуем у каждому. И хочу попросить наших зрителей в комментариях писать, где вы нас смотрите, и, пожалуйста, нажмите кнопку лайк. Кнопку нравится для того, чтобы Ютуб рекомендовал просмотрам и другим зрителям тоже. Сергей, начну я с информации, точнее, с заявления министра обороны Российской Федерации Шойгу, который сказал, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Штормшеду». Это цитата Шойгу. Также он сказал, что применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары под центром принятия решения на Украине. Конец цитаты. При этом мы помним, что власти США считают Крым территорией Украины, поэтому не возражают против ударов Киева по полуостров американским оружием. Например, об этом сказал недавно советник американского президента по нацбезопасности Джейк Сальван в эфире CNN. К чему это заявление «Шойгу»? К чему они готовят наверняка своего зрителя-избирателя-гражданина? Для чего заявления сделаны конкретно об ударах по Крыму сегодня? Ну, смотрите, Василий, я думаю, что, во-первых, заявление «Шойгу» меня удивляет своей невероятной неактуальностью, потому что все красные линии, которые могла перейти Россия, она перешла утром 24 февраля прошлого года, и дальше украинцам просто уже нечего бояться, потому что именно в этот день началось физическое уничтожение всех нас, нашей государственности и практически уничтожение нашей прежней жизни, которое, как оказалось, мы довольно высоко ценим и с оружием в руках украинцы готовы защищать. Чего-то нового придумать, кроме ракетных ударов, взрывов, дамб, оккупации, изнасилования, грабежа вряд ли россияне смогут. У них остается еще в запасе ядерная бомба, но я думаю, даже там, в этом сумасшедшем, скажем там, у этого сумасшедшего режима преступного есть понимание, что применение ядерной бомбы будет означать, что они объявят войну не Украине, они объявят войну всему миру, и весь мир тогда действительно по-настоящему за эту войну возьмется. Я прекрасно понимаю, что если бешеный пес уже потерял всяческое управление и кусает всех подряд, то его просто надо ликвидировать. И с этого момента режим Путина будет представлять угрозу не только Украине, как сейчас, пока, к сожалению, весь мир видит, хотя это не так, это угроза всему миру, но тогда это будет уже очевидно. Это первое. Второе. Думаю, причиной такого заявления явилось начатое контрнаступление или наступление украинских войск на фронте. Я прекрасно понимаю, что это контрнаступление выглядит для стороннего зрителя не очень пока впечатляюще. Но я думаю, что Шойгу, в отличие даже от Путина, хорошо понимает, чем оно в течение ближайших двух месяцев ему грозит. Грозит полной потерей той армии, которую Шойгу возглавляет. Потому что я сейчас общаюсь со многими своими друзьями, которые находятся на фронте, и все они дают одинаковую оценку. То есть если и существовала какая-то критика действия нашего военного руководства, я имею в виду критика именно военных, то она в основном касалась тому, что порой в нашей армии, как и в российской, наблюдалось желание некоторых командиров и тех, кто планирует операции, распоряжаться жизнью нашими солдатами как расходным материалом. Ну, извините, такое есть все-таки. Наши военные, это все-таки военная советская школа, где это было общепринято. Но если у россиян эта вещь неизменная, то сейчас почти все, кто на фронте, говорят, выводы из уроков, которые за этот прошедший год на фронте получены, они сделаны. Сейчас просто очевидно, что наши военачальники значительно более бережно стали относиться к нашим бойцам, тем более это тот ресурс, который у нас не так легко восполним. Трагедия этой войны для Украины является в том, что мы теряем на фронте лучших. Это элита нашего общества. Это люди, ну, просто если делать анализ, это люди наиболее осознанные, наиболее ценящие Украину как страну и как наше, скажем так, пространство для жизни. Ценящие свободу и ответственные, четко понимающие, что если сегодня не взять в руки оружие, то своим детям мы в итоге ничего не оставим. Будет оккупированная часть российского мира, в котором жить не хотелось бы ни самим, ни нашим детям и внукам. Я вспоминаю, я сейчас с удовольствием смотрю Марка Солонина, который снова делает обзор воин Советского Союза и Финляндии. И у него очень интересная формировка в отношении этой войны, что на финскую землю Красная Армия – это пришла армия гулаговских и колхозных рабов в огромном количестве и очень хорошо оснащенная. На 1939 год Красная Армия Советского Союза была технически и количественно и качественно самой мощной армией в мире, не вторая армия, а первая. Против них выступили обычные финны с оружиями и на лыжах, которые как раз не хотели стать ни гулаговскими заключенными, ни колхозными рабами и очень это ценили. Это давало им мотивацию, которая определила исход этой войны. Вот я бы в такой формулировке сейчас бы и нашу войну практизовал. Пришла армия люмпинов, готовая убивать за деньги, грабить очень бедное и плохо живущее в российской глубинке, жизнь которых – это нищета, бедность и водка, и готовая за деньги убивать жителей чужой страны, с этой стороны армия свободных людей, которые не хотят жить так, как живет российская глубинка. Вот, соответственно, дает мотивацию. Но все равно бойцов наших надо беречь. И мне нравится анализ, который делал и делает такой мой знакомый по псевдо-артигрин, это капитан, мне кажется, капитан или майор, не помню, артиллерийской разведки. А что такое артиллерийский разведчик? Это тот, кто видит поле боя всегда с высоты птичьего полета. Он говорит, что анализируя две операции, Харьковскую, Харьковскую, как же это, Купинско-Лиманскую и Херсонскую, которая Херсонско-Богуславская, Богуслав, по-моему, там находится, Богуславскую, он более высоко оценивает именно Херсонскую. Почему? Потому что уровень потерь, соотношение потерь наших и российских колпантов было 1 к 7 в нашу пользу. Потому что эта операция была наступательной, но медленное давление на весь фронт с полным перемалыванием первой линии обороны и с разрушением логистики врага, которая лишала их преимущества в артиллерии и снарядах. Потому что он даже не так авиацию оценивает, о которой так много говорят, сколько говорит, что решающим фактором является все-таки артиллерийское преимущество на этой войне. Вот сейчас мы на Запорожском направлении видим именно такую операцию. Давление по всему фронту, упорные бои, но при котором украинское руководство военное бережет солдат, прекрасно понимает, что это самый ценный ресурс, и максимально прилагает усилия к ударам по их логистическим центрам, по центрам тем самым принятия решения штабам и перемалывания пока первой линии обороны. Это займет какое-то время, и довольно длительное. И только после этого в бой вступят резервы прорыва, которые до сих пор еще не появились на фронте. Это говорит о том, что сделаны выводы из предыдущих этапов войны и операция неплохо спланирована и неплохо осуществляется. То есть берегутся солдаты за счет времени, которое потребуется на то, чтобы деоккупировать, скажем так, наш юг, юг и юго-восток. Поэтому, я думаю, Шойгу это понимает и видит, что ресурсы армии, российской армии, которая находится на фронте, не бесконечны, давление украинцев системное и серьезное. Зачем бы я следил? Не за освобожденными территориями. Я бы следил за количеством ударов, которые наносит украинская армия по инфраструктуре врага. Вот то, сколько гибнет сейчас от хаймерсов и от штормшедов, и какой удар наносят они, именно поэтому Шойгу их вспоминают. И это попытка еще раз зацепиться хоть за какие-то аргументы, чтобы принудить Запад не поставлять нам эти боеприпасы. Ну а потом, почему я говорю, что заявление не актуальное, по-моему, старшедов уже давно применяется, давно прилетает в Луганск, ну а хаймерсы, это вообще то оружие, которое поменяло ход войны, когда она переместилась у нас на Юго-Восточный фронт. Поэтому я не очень вижу эффективность, я вижу, что это такой определенный вид паники российского руководства, найти хотя бы какую-то соломинку, или нет, найти хоть что-то, чтобы остановить, приостановить и замедлить то неизбежное поражение, которое рано или поздно у россиян на украинской земле наступит. О том козыре в рукаве, который еще остается у Путина, это ядерное оружие, в частности, тактическое ядерное оружие. Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия является реальной. Об этом он сказал в группе доноров в Калифорнии, сообщает Reuters. Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня как-то сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально, сказал Байден. Хотя в последнее время в повестке дня у нас не было и новостей, и обсуждений, связанных с использованием тактического ядерного оружия. Казалось бы, что это вынесено уже за скобки, что для Путина применение ядерного тактического оружия не вариант, он понимает последствия и использовать его не будет. Почему вновь сейчас мы говорим о том, что это все реально и говорит это никто иной, как президент США? Василий, пока Путину власти и пока Путин является его, скажем так, его мировоззрение, его борьба за собственное существование, речь идет именно о нем лично, и о грозе его жизни, которая напрямую теперь связана с тем, чем и как закончится эта война, никакой постановки на паузу применения Путиным ядерного оружия не может быть. Ради сохранения собственной жизни этот человек пойдет на все. И, кстати, постепенное понимание этого большим количеством политической элиты мира, цивилизованного мира, очень многое, что поменяло в этой войне. Я был среди тех, кто считал, что, да, Путин преступник, Путин авторитарный узурпатор, Путин человек, который постепенно превращает и превратил Россию в концлагерь, без свободы слова, с борьбой с анакомыслием, но он точно мне казался человеком адекватным, человеком, который обладает, ну, вот еще полтора года назад, обладает достаточно разлетенной системой съема информации, по-другому мне казалось, человек, который взрослый в спецслужбах, быть не может, собирать информацию, ее анализировать, просчитывать варианты, поэтому я был среди тех, кто говорил, что вряд ли он решится на вот такое вторжение, которое он совершил, потому что для него это путь к гибели, путь к потере власти, путь к разрушению России и путь, скажем так, на которого у него нет ресурсов, это недооценка противника, но видите, он оказался неадекватным человеком, он человеком, который не пользуется никакими источниками информации, кроме тех, что ему поставляют спецслужбы на его заказ, и он реально смотрит свои телеканалы, в которых создают ту реальность, в которую ему хотелось бы верить. Поэтому, да, угроза реально применения ядерного оружия. Это, конечно, принесет большие нам проблемы, серьезные катастрофы, но это вряд ли сильно изменит ход войны, ну, потому что я, конечно, не хочу демонстрировать вам шапка закидательства и беспечное настроение, но ядерное тактическое оружие, а по Украине не может быть применено стратегического оружия, ну, просто в тактической дальности от российских ракет. Стратегическое оружие может применено быть по Лондону, Вашингтону, Парижу. Вот. Это просто огромный взрыв. Это большой, серьезный взрыв. Земля переживала за последнее время тысячи таких взрывов на ядерных полигонах. Более того, Советский Союз впервые такие применял вообще в населенной местности, да еще в эпицент бросал свою армию, чтобы понять, как она будет действовать в этом взрыве. Поэтому это будет большое бедствие. Более того, что говорит о его готовности применить ядерное оружие, это подрыв Каховской дамбы, он по своим последствиям сравним с применением тактического ядерного оружия. То, что взорвали россияне, для меня никакого сомнения не представляет, потому что только у них такая возможность была. Плюс все-таки стали появляться опубликованные исследования. Мне кажется, и Вашингтон-Пост, или Нью-Йорк Таймс, не помню точно, кто-то уже сообщил, что и датчики, сейсмодатчики и анализ того, как дамба могла быть и каким образом она разрушена, говорит о подрыве ее из подземного туннеля, который контролировался тогда только Россией. Никаким ракетным ударом такую дамбу разрушить было невозможно или неправильная эксплуатация, как говорили некоторые эксперты. Поэтому, попробовав устроить такую катастрофу и видя, как на это очень вяло отреагировали наши западные союзники, к сожалению, наши западные партнеры, весь мир продемонстрировал то, что Путину позволено и дальше действовать таким образом. Это бывало не раз. Мир пропустил, я не говорю о том, что мир пропускает то, как за годы правления Путина изменилась риторика его основных каналов пропагандистских в отношении всего мира, но мир пропустил и агрессию в Грузии, которая была очевидна, там чуть ли не готовы были признать вину Саакашвили, президента, который защищал независимость и территориальную целостность своей страны обязан был это делать. Мир пропустил аннексию Крыма, не среагировав на это должным образом. Мир очень постепенно и очень медленно принимал то, что Украина готова сопротивляться, что ей надо помогать всеми силами, что ставку надо делать именно на Украину и на абсолютно полный разгром Путина. Но мир постепенно к этому приходит. К сожалению, порою не всегда и не так быстро и не в тех объемах, как хотелось бы, но мир к этому идет. Но нам-то чего об этом размышлять? Нам деваться некуда. Вопрос простой. Либо мы будем существовать, победив Путина и, скажем так, придя к развалу Российской империи в любой форме. Неважно, как это будет. То ли сменой режима, то ли ядерным разоружением этой страны, то ли созданием санитарной зоны между нами и мед. То ли просто, если эта страна развалится на независимое государство, что было бы приоритетным сценарием, потому что жизнь этой империи пора прекращать. Пора прекращать, потому что сколько она существует, столько она собой представляет угрозу всему миру. За годы войны мы привыкли к тотальной лжи со стороны Российской Федерации, лично Путина. Мы помним все, их там нет, и заявление о подрыве Каховской ГЭС, что это, мол, сами мы все сделали, и Путин, который, склоняясь в круге собеседников, говорит, ну, зачем они бомбят жилые дома, в этом же нет никакого стратегического смысла, зачем они это делают. То есть, все переворачивается с ног на голову, черное называется белым, и вот единственное, что они не смогут сделать с тактическим ядерным ударом, это сказать, что это мы сделали, поскольку нет у нас ядерного оружия. Но, вот следующая информация нам говорит о том, что, может, они все-таки что-то замышляют, вот и о чем. Глава службы внешней разведки России Нарышкин рассказывает, что Украина, возможно, вернулась к созданию так называемой грязной бомбы. По его словам, у спецслужбы появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы. Конец цитаты. То есть, они нас в использовании ядерного оружия обвинить не могут, а вот придумать, что у нас тут какая-то грязная бомба, которой мы вот-вот уже готовы, значит, воспользоваться, они снова могут, используя все свои, значит, таланты вранья. Ну, слушайте, вы же сами сказали, что тотальная ложь это нормальное состояние их информационного пространства. Я более вам скажу, когда я говорю о криминальной сущности этого режима, то и криминальные приемы, возможно, это в том числе повлияло среда, в которой воспитывался Путин, он из криминальных районов Петербурга. Там есть такой прием, который иногда людям, которые занимаются коммуникаторы, читаются на лекциях, как прием, придуманный гопниками, карманниками, даже не карманниками, именно гопниками. Знаете, есть такое выражение мазурик. Мазурик – это мелкий вор на базаре. Вот там есть такой прием перевернутое зеркало. Вот представьте себе, вы ходите по базару, ищите себе молочко, яйца, фрукты, вам подбегает такой шпаненок и рывком срывает ваши часы с руки. Стандартная ситуация какая? Вы кричите, держите вора, все видят парня с часами в руках и бросаются на него, чтобы его поймать, скрутить и восстановить справедливость. Но в это время, сорвав с вас часы, он никуда не убегает и начинает громко кричать, тыча вас пальцем и кричать, он у меня часы хотел украсть. У вас раздеренность и шок. Вы не знаете, что делать. Вроде казалось бы, дурацкая ситуация. Более того, окружающие вас люди, как воспринимать ситуацию? Парень, очевидно, свои часы отстоял, а этот вот мужик хотел у него часы забрать. Вас крутят, с вами выясняют отношения, а парень тихо исчезает. Это криминальные вещи. На что они рассчитаны? Они рассчитаны, что интеллигентный человек, культурный человек, добрый человек, а таких криминальных средей не уважают, считают их лузерами, он не способен все-таки врать или он не способен обманывать брутально, то есть говорить на черное-белое. И когда в отношении его такое применяют, он попадает в шок, растерянность, он даже не знает, как же на это влиять. То есть его вырубают таким образом. И как раз криминал считает это своей силой. Вот вы не способны соврать, очевидно, а мы способны. И потому мы сильнее выигрываем. Вот ровно так действует российский режим. Обвинить. Вот смотрите, что происходило и где они выиграли информационную войну на дадо должное. Они очевидно взорвали дамбу, потому что, а, им это было выгодно, потому что таким образом они хотя бы на несколько недель защитили свои войска от необходимости держать их на случай форсирования Днепра нашими войсками. Это позволило им сейчас их перебрасывать на горячие участки фронта с этого направления. Только они имели такую возможность, потому что именно они контролировали дамбу. Но помните, что было в первые же часы взрыва дамбы? Да. Украинцы нанесли удар. То же самое они делали в Белоруссии. О, Господи, в Грузии. Мы ввели войска, чтобы защитить осетинов от геноцида, который развязал Саакашвили. Войска были введены и находились на территории Грузии уже с 7-го числа. Приказ о занятии и обороне Цинвала Саакашвили отдал 8-го. А до этого соблюдал и сам предлагал режим тишины и прекращения огня. Как интеллигентный человек. Вот. Более того, операция готовилась давно. Операция предполагала эвакуацию жителей Цинвала, которые они произвели. Не потому, что они добрые. Для них люди это расходный материал. А чтобы они в случае боевых действий не запрудили горные дороги беженцев, мешая их технике проходить на территорию Грузии. Поэтому было все продумано. Обвинение в том, что ты делаешь своего врага, является давней криминальной технологией. Вот как с часами. Поэтому ничего удивительного нету в том, как они поступают. Так вот, вы упомянули Беларусь, оговорившись. А на самом деле не случайно все произошло, поскольку о Беларуси будет наша следующая тема. Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин. Цитирую его. Мы помним о помощи беларусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории, сказал Ярослав Юрчишин. И вот дискуссия относительно отношения юридических последствий для Беларуси, она разделилась на несколько лагерей. Один из них говорит, что да, нужно привлечь к максимальной ответственности, чтобы Лукашенко, как и Путин, ордер Международного Главного Суда, нерукопожатый во всем мире, разрыв дипломатических отношений, требовать репарации и так далее. Другие говорят, подождите, Лукашенко, да, отпустил со своей территории российскую армию, их тренируют на его территории, даже вот там ядерное тактическое оружие сейчас, но он не задействовал свою армию, мол, давайте не будем сейчас искорировать ситуацию, а уже после нашей победы будем, значит, определять юридическую степень ответственности Лукашенко. Как вы считаете, какой сценарий более... Я сторонник жесткого сценария, тем более с такими, как Лукашенко, другой сценарий не проходит. Это люди силы. Если вы не бьют, когда он, скажем так, наносит вам удар под дых, если вы не отвечаете ему прямо в голову, он будет продолжать бить из-под тяжка. Поэтому здесь не наносит это все та же болезнь интеллигента, не способного действовать адекватно, той агрессии, которую в отношении его проявляют, является его слабостью. Поэтому ответственность на Лукашенко абсолютно не меньше, чем на Путине. Более того, я слушал интервью, к сожалению, забыл, оппозиционера белорусского, который доказывает, что их расследование показало, что участие Лукашенко не только заключалось и заключается в предоставлении собственной территории для агрессии против Украины, она также заключается в том, что белорусские силовики военные принимали участие в этой операции без шевронов, выполняли разные вспомогательные функции на территории Украины. Поэтому это абсолютно справедливо, что это государство-агрессор. Я бы не путал со страной такие термины, как страна – это люди, страна – это география, страна – это культурный код. И у нас, наверное, к стране особых претензий к Белоруссии нету, кроме одной, что они все эти годы терпят такого диктатора и не считают возможным его свергнуть. Вот. И поэтому между страной и государством, которое государство, это у них Лукашенко и его пупличники, его соратники, силовики и прочее. Следующее. Вина однозначная у Лукашенко, и он должен нести уголовную ответственность за эту вину, а белорусский народ должен нести именно ответственность, взять на себя ответственность за то, что произошло, осознать ее и предпринимать какие-то действия. Если ему хочется жить в будущем, в цивилизованном мире, иметь дружескую страну с юга и дружить с нашим народом, не иметь границы, ездить, отдыхать в украинский Крым и на побережье Черного моря, а также иметь общий бизнес и общие дороги и так далее. И эта ответственность должна выражаться в том, что чем скорее они скинут Лукашенко, чем быстрее они возьмут в руки оружие, чтобы отразить российскую оккупацию, которая неизбежна, и де-факто она, скорее всего, там и есть, мягкая оккупация, и в присутствии российских войск в моих территории существует. Единственное, что, скажем так, радует, это существование полка Калиновского, это действие белорусского подполья типа гаюн, мне кажется, белорусский гаюн, который снабжает нас необходимой информацией, действие... Я поделюсь, пользуясь случаем, проанонсирую, вот у меня с Валерием Сахасчиком будет интервью «Белорус военный», и вот появилась недавняя информация о том, что белорусская десантная штурмовая рота появилась в составе вооруженных сил Украины, так что вот не только полка Калиновского, об этом подробно вот смотрите... Еще веке я Василий отловил в информпространстве сообщение о том, что по всему миру белорусским, бывшим белорусским гражданам, этническим белорусам предлагают записываться в добровольцы для будущего похода на Минск и свержения... Ну вот что-то наподобие таких частей, как Легион Свободная Россия, русский добровольческий корпус и так далее. Идем дальше. О Грузии Вы уже упомянули сегодня неоднократно. Михаил Саакашвили до сих пор находится в тюрьме. Он отметил, что считает себя личным военнопленом Путина. Об этом он написал в письме, предоставленном журналистом. В нем Саакашвили ответил президентке Грузии Соломи Зорбешвили, которая отказывается его помиловать. Меня отравили, пытали, меня судят по обвинениям, высосанным из пальца. Я очень благодарен президенту Зеленскому и его офису, неоднократно публично защищавшим мои права. Украина требует моей выдачи как гражданина Украины. Европарламент единогласно принял резолюцию, требуя моего освобождения, называя мой арест личной вендеттой олигарха. Сообщил Михаил Саакашвили. Ранее Зорбешвили в интервью сказала, что запроса на экстрадицию от Украины гражданином, который также является Саакашвили, не было. И вот тут это очень странно, ведь это очень легко проверить. Например, в пятницу у меня будет интервью с Михаилом Подалеком, советником главы офиса президента. Задам ему лично этот вопрос, да и другие варианты. Можно наверняка поднять и узнать точно, был ли запрос на экстрадицию, зачем Зорбешвили влагать в интервью, кстати, украинскому СМИ. Ну и второе, как оцените ситуацию сейчас, есть ли все-таки надежда на освобождение Михаила? Я считаю себя личным другом. с Михаилом Саакашвили. Я очень переживаю за него, подтверждаю все его слова. Это действительно личный пленник Путина. Это человека, которого физически травят отравляющими веществами. Это подтверждено медицинскими исследованиями. Это почерк ФСБ. Мы знаем, что происходило и с Ющенко, и с Навальным, и со многими с Крипалями и, господи, Литвиненко, мне кажется, был у них такой, полониям отравленный офицер ФСБ, написавший книгу «ФСБ взрывает Россию». Поэтому, безусловно, я подтверждаю, но мое мнение следующее. Я считаю, что европейское сообщество мировое делает недостаточно для освобождения Михаила, которого, безусловно, надо вырвать из-за стенков, потому что человек истории. Кто такой Ванишвили, помнить не будут, но то, что нынешнюю Грузию и Грузию, как новую страну создал Саакашвили, это останется в истории. Я считаю, что ни наше руководство военно-политическое, ни мировое не делает достаточно. Вы спросите подалека, я надеюсь, я не помню, честно говоря, я помню, что оговаривали такую возможность про экстрадицию, как спасение Саакашвили, но там есть один неприятный момент, надо, чтобы Украина признала его виноватым и предложила наказание, чтобы она отбывала наказание на нашей территории. Да, Украина могла бы его вытащить и нарушить, потому что, понятно, сидеть здесь Саакашвили бы не сидел вместо грузинской колонии, но это было бы явным нарушением. Возможно, именно этот фактор не позволил нам осуществить прошение по экстрадиции, но, увы, я не компетентен, вы подалека спросите, как там на самом деле все обстояло. Но вот европейское сообщество должно было бы грузинских членов правительства, президента, премьера, правящую партию лично, Авианошвили, обложить жесточайшими санкциями за наличие политзаключенного Саакашвили. И я думаю, это бы имело свое воздействие, потому что они, безусловно, дружат и подыгрывают и выполняют указания Путина. Но, с другой стороны, они вынуждены играть в европейский курс, в поход в сторону НАТО. И вот, как когда-то режим Януковича, помните, собирался подписывать с Евросоюзом ассоциацию и так далее, и так далее. И им это важно удерживать стабильность в стране, потому что половину грузинского населения именно такого пути и хотят. И во многом от этого зависит стабильность их власти. Так вот, если бы Европейский Союз наложил жесточайшие санкции на них, не на грузинский народ, а на руководство личные санкции в составе список там из чекста, возможно бы это ускорило процесс освобождения Саакашвили и отправку его на лечение, допустим, в Польшу, потому что он нуждается сегодня в лечении. И хочу сказать важное, почему нам важно так освободить своего гражданина, гражданина Украины Саакашвили, помимо того, что мы должны освобождать своих граждан, попавших в плен. Если наше государство о нас не будет заботиться в любых ситуациях, когда мы за рубежом, это будет неправильно, но если бы Саакашвили в данный момент был при власти в Грузии, я на 100% уверен, что был бы второй фронт. Грузинские военные силы бы начали операцию по освобождению Абхазии и Осетии, прекрасно понимая, что лучшего момента не будет. Сегодня у российской армии нет не то, что возможностей и ресурсов там вести войну против грузинских военных, они даже не могут собственную границу защитить на данный момент должным образом. Поэтому это был идеальный момент для деоккупации Южной Осетии и Абхазии. И был бы Саакашвили при власти, я не сомневаюсь ни на минутку, чтобы эта деоккупация началась бы. И это во многом бы помогло нам в том числе здесь. Поэтому, безусловно, я, то, что сегодня Саакашвили не вернулся к власти в Грузии, каков его был личный план, почему он туда поехал, это во многом, в том числе, это определенная недоработка и наша, что мы его в этом не поддержали. Ну, не знаю, вот, может быть, это мое конспирологическое мышление здесь срабатывает, сторонником которого я не являюсь на самом деле, но, тем не менее, мне бы так хотелось думать. Еще одно заявление интересное, на мой взгляд, это заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, который рассуждал о демилитаризации Украины, он сказал, что Украина была сильно милитаризирована на момент начала СВО, и, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины, и фактически эта задача во многом выполнена, сказал Песков. Ну, это очень интересно, как она выполнена. До этого мы помним заявление Пригожина, который говорил об абсолютно обратном, что настолько сильна уже Украина западным оружием, что говорить о процессе демилитаризации смешно. Отреагировал Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, он сказал, что в следующих сериях фактически все задачи СВО выполнено, Украина, как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, ну и так далее. Как думаете, вот, во-первых, с чем связано это заявление Пескова, ну, то есть, вряд ли можно думать, что он по неосторожности что-то ляпнул, и насколько действительно Песков, Соловьев, Скобеева и прочие Симоньяны в силе объяснить российскому телезрителю тиреизбирателю, что да, значит, освободить, значит, выйти из Крыма, значит, это наш там же с доброй волей. Да, там записанные в Конституцию уже российскую четыре области тоже оттуда вышли, так надо было для того, чтобы и вот дальше талант их пропагандистский. Смогли бы? Ну, смотрите, Василий, мы же пришли к выводу, что для россиян не проблема врать брутально. Да, нет, говорить на белое-черное это одно, а объяснить, что надо из Горького, простите меня за простатуру. Если ты можешь говорить на белое-черное, ты можешь объяснить любую чушь, что угодно. У тебя нету, знаете, я читаю для, тут вот у меня в школе госуправления имени Сергея Нижнего в курсе Дмитрия Добродомова, который он открыл для пресс-секретарей, есть мой мастер-класс, он называется «Почему в современном мире врать нельзя, а надо говорить правду?» Банальная вроде вещь, но на самом деле я читаю технологически, объясняю, к чему приводит любая ложь в современном мире, к неудачам, и что надо уметь работать с правдой. Я там говорю, что любой дурак может соврать. Это несложная вещь. Просто говоришь на белое-черное, и ты можешь объяснить все, что угодно. «Почему вы убили этого человека?» «Я его не убивал, я его оживлял, или я его отправил в мир иной, где лучше ему жить». То есть, ну, любая чушь, вы можете сказать любая чушь. Поэтому, а вот, когда перед тобой лежит тяжелейшая правда, донести ее убедительно, это действительно надо иметь искусство коммуникатора. Именно этому я и учу, что надо работать с правдой. С правдой, за которую ты готов умереть, ты готов ее отстаивать, ты искренне в нее веришь. Какой бы тяжелой и неудобной она ни казалась для кого-то. У российских пропагандистов нет проблем. Они могут врать. Они могут врать про демилитаризацию Украины. То, что до 2014 года мы находились в процессе тотальной демилитаризации, отдали ядерное оружие, медленно избавлялись от армии. Ее фактически у нас до 2014 года не было. То, что называлось армией, не способно было собрать колонну техники и выдвинуться на 5 километров отчасти. Техника глохла, ломалась и Соляра была недовольна. В армию шли сельские ребята, для которых этот пункт в биографии, год служения в армии хорош был, если ты хотел в город, в милицию попасть. Это был плюс. Ну, а в армии ты там работал на стройке или на огородах генералов, которые деребанили последнее имущество бывшей советской армии. Все это прекрасно знают. по-настоящему боевых частей были единицы. И то они были в Крыму и им дали приказ не стрелять. Хотя надо было это сделать. Как только какие-то зеленые вооруженные человечки появились рядом с войсковыми воротами части. Вот. Поэтому мы были одной из самых демилитаризованных крупных стран Европы, что было нонсенсом. Я активно выступал за нашу милитаризацию только с одной частью. Прекрасно понимая, что до сих пор у Украины базовая проблема отсутствия настоящей элиты, элиты как особой частью общества, которая должна приходить к власти и отвечать за безопасность, конкурентоспособность нации, за развитие, прогресс. Я говорил, что армия во всех странах мира, во всей истории лучше кадровый резерв. Вот посмотрите, например, откуда берется элита Израиля. Это исключительно люди из армии. Если ты там не служил в армии или был в штабных частях, а не был на передовой, то шансов построить успешную военную карьеру в Израиле нет. Зато посмотрите качество их элиты. Очень высококачественная элита, которая по-настоящему отстаивает национальные интересы Израиля, даже когда весь мир против них. Вот. Бывали моменты, когда весь мир против них. нет союзников, но они отставили. Поэтому мы были очень демилитаризованной страной. Я думаю, что именно Путин, аннексия Крыма, аннексия части Донбасса, развязанная сейчас широкомасштабная война и создадут наконец в Европе одну из самых милитаризированных стран. Пригожин, который на передовой в отличие от Путина бывал и не один раз и управляет действительно воюющей бандой, которые воюют на фронте, хорошо это знает и прекрасно об этом говорит. Он говорит, что украинцы это одна из лучших боеспособных армий, потому что, во-первых, у них есть мотивация воевать за свою землю, насколько я помню из его интервью близко по тексту, а главное, они круче натовцев, потому что, во-первых, они воюют в данный момент, во-вторых, они умеют работать как с советским вооружением, так теперь уже и с западным вооружением. Поэтому именно Путин и действия его с 2014 года, его режима, и создали наше движение назад к милитаризированной стране, и это хорошо. Это хорошо для нашей политики, это хорошо для нашей экономики. Новые технологии, технологичность, опять же, пример Израиля берем, развивается именно в военпроме, а не где-нибудь. Именно там требуются очень конкурентные, очень серьезные технологические решения. Я надеюсь, мы вернемся к военпрому, потому что в базе мы все-таки страна индустриальная. Невзирая на развитое сельское хозяйство, мы страна индустриальная. Мы должны производить собственные танки, мы должны производить собственные ракеты, собственную артиллерию. Другое дело, что теперь надо ориентироваться не на стандарты Варшавского договора, а на стандарты НАТО, чтобы не мы просились в НАТО, а чтобы в какой-то момент НАТО умоляла нас, чтобы наша армия вошла как одна из боеспособных армий в этот блок для общей защиты и безопасности. Сергей, спасибо вам большое за интересный и содержательный разговор. Благодарю вас. Спасибо вам, Василий. Уважаемые зрители, берегите себя и ваших близких. Не забывайте подписаться на YouTube-канал Голованов и, пожалуйста, нажмите лайк, для того, чтобы YouTube-реким долг просмотру и другим пользователям тоже. До свидания, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова